мировая культура это еще и увлекательная игра и отличается от обычной детской игры тем что выходит за рамки одного столетия одной человеческой жизни и есть такие игры в которую человечество никогда не устанет играть вот игра в шекспира она началась полтысячелетия с лишним назад и вряд ли когда-нибудь закончится потому что шекспир угадал в человеке что-то такое что до него никто не угадывал и что навсегда останется тайной то что заставляет нас любить эту жизнь самое главное что заставляет любить эту жизнь это любовь и тайна и все пьесы шекспира они построены на этой загадке что такое любовь почему она возникает почему она может исчезнуть почему она может возникнуть как она возникает это все открывалось его взору самым неожиданным образом и хотя он использовал сюжеты знакомые но просто в его устах и его глазами это все превращалось волшебство сказку и он умел это все вынести на сцену а сцена шекспировского театра до сих пор вызывает тихое недоумение потому что но мы представляем себе прислой театр это сцена занавес занавес опускается там поднимается декорации шекспировский театр чрезвычайно беден сейчас бы сказали малобюджетный выносилась табличка с надписью лес если действие происходит замке выносилась табличка с надписью замок даже по сравнению с античным театром где были сложнейшие приспособления машины и так далее бог спускался с небес специальной машине и говорил этому туда этому сюда этому то то это называлось прием deus ex machina бог из машины то шекспировский театр был намного проще намного проще а как он появился этот господин о котором спорит и никогда не перестанут спорить он как-то как-то неожиданно возник он возник ведь не из театрального училища и из театрального буза таковых в то время не было а вот а были театральные трупы которые бродили шекспир родился в маленьком таком городке стретфорде это ему повезло что он маленьком городке родился если бы он родился в столице это было бы другое а он родился маленьком английском городке стретфорде и бродячая актерская труппа настолько поразило его воображение что он вместе с ней из этого стретфорда и уехал уже будучи правда женатым человеком убежал от жены и от детей правда убежал не совсем убежал он содержал свою семью он построил дом своему отцу который был занимал довольно высокий пост в этом стретфорде он был сборщиком налогов это не шутка финн-инспектор как назвать налоговый инспектор стал быть состоятельный человек вообще в англии что хорошо и что отличает ее вот скажем от россии вот если я спрошу что было вот в этом месте где я сейчас сижу 200 лет назад то ничего не скажет и я ничего не знаю чтобы был 200 лет назад если спрошу 300 400 совсем надо мной скажут что это ненормальный человек говорит а в англии и домик где жил шекспир сохранился и рядом кузнец жил домик кузнеца сохранился но отец обувь перчаточник а там еще шорник жил который обувь кстати это были очень такие почетные профессии дело в том что в шестнадцатом веке еще очень ценились люди которые работают не на промышленность так называемую еще не было слава богу одна человека а человеку всегда будут нужны перчатки человеку всегда будут нужна обувь человеку всегда будет нужна одежда поэтому на этой улице и жили те кто нужнее всего вот люди и все это у него описано в его драмах вот например у него там описан путь шкалера который проходит по этой улице и все что делается в этих домах все это описано все можно увидеть это все можно как будто сейчас происходит но еще нам повезло что англия была государством ну как бы мы сказали сейчас полицейский при елизавете вот так елизавета была женщина более чем просвещенная ценила свободу веры свободу совести свободу мысли вот допускала всевозможные дискуссии вообще при ней была ну я бы сказал такая максимальная свобода если еще учесть что в англии то и дело пылали костры на которого сжигали только политика авто протестантов зависимости от того кто придет в власти придут в власти католики сжигая протестанта придут власти протестанты сжигая католики а у предшественника елизавета у ее папочки генлихо который всех своих жен так как которого без главил которую то он заточил у этого господина был такой обычай чтоб не зазнавались и католиков сжигал и протестантов сжигал и все это творилось на площадях всенародно в то время существовало великое заблуждение что якобы жестокость наказания предотвращает преступление это и сейчас многие так думают это глупость это не так это наоборот чем более жестокое наказание тем ниже опускается планка запрета если человека можно повесить если можно сжечь если из него можно внутренности вынимать начал ничего не стоит значит его с ним можно вытворять все что угодно государство так говорит так что вот это была жестокая европа в которой жил шекспир и жестокая англия поэтому не надо удивляться что в пьесах шекспира очень много льется крови это повседневное такое но зато велась документация четкой документации вот сейчас сохранилась документация что происходило в стратфорде когда там жил шекспир боже мой 500 с лишним лет назад середине там 16 столетия у них все кто перешел кто кто чего нарушил кто утонул там тону одна девочка которая потом афелия стала она пошла за за водой и утонула но на самом деле она была влюблена это на самом деле она утопилась но было сказано что она утонула потому что если она утопилась стоит смертный грех и и нельзя отпевать и этот мотив тоже есть в гамлете то есть все до деталей все до деталей и в частности сохранились штрафные квитанции который дважды выплачивал несмотря на свое высокое положение в стретфорде папа шекспира потому что во всех государствах одно и то же что самое доходное было в англии в англии самое доходное было овечье шерсть а раз это самое доходное то государство это себе присвоило эту монополию и строго-настрого запрещалось населению этим заниматься но раз это запрещалось и раз доходно то естественно все население только этим и занималась в частности отец шекспира дважды был оштрафован за торговлю шерстью и есть портрет шекспира который над гроби шекспира он сидит на мешке с шерстью и судьи в англии сидели на мешке с шерстью это шерсть как бы вот основа богатства материального богатства дворянского звания не было потом шекспир добьется своего отца дворянского звания он добьется счета на котором будет изображено копье а фамилия шекспир означает потрясающим шекспир потрясающее перо потрясающее копье но тут еще игра слов пер перо копье вот это копье изображено и написано не без заслуг так скромненько то что там древний рот или там участвовал в каких-то сражениях а просто не без заслуга но какие там были заслуги главная заслуга папа шекспира в том что у него сын шекспир вот вот его главная заслуга еще его великая заслуга что он отдал своего сына в латинскую школу всего спорят по этому поводу сколько он там проучился шекспир как часто бывает с великими гениальными людьми он там судя по всему не закончил образование вот но годика три то он точно там проучился потому что в его пьесах воспроизводится часто тот букварь тот учебник те распоряжения склонения латинские которые они там учили высмеивается это и жалобы школьника на то что его рано утром будет что надо идти в эту проклятую школу что учитель будет тростью его наказывать это кстати кстати наказание тростью в англии сохранялась до совсем недавнего времени и даже в классах висела либо плеть либо трость сравнительно недавно было отведено англия страна великих традиций в том числе и ужасных вот он ходил эту школу а в этой школе в этой школе чем занимались в основном изучали латы но не просто изучали латы а они по латыни могли читать вергилия данте и в репида трагедии эсхила софокла комедии это все они и заучивались наизусть поэтому все удивляются как же так шекспир не образованный человек он не учился в университете а у него герои все все заполнено цитатами из великих творений из великих мыслителей известна только одна книга которую шекспир точно читал это мысли монтэня монтэнь такой философ был философ настоящий настоящий философ это не тот кто просто философствует и просто пишет умные книги а тот кто живет как философ монтэнь за свои мысли был как это часто бывает это было с платоном это было с сократом это было с монтэнем в тюрьму брошен и вот в тюрьме он писал книгу мысли где доказывал что неважно где ты находишься в тюрьме или на свободе а важно что у тебя в душе вот свободен ты в душе или не свободен вот эта книга у шекспира была он ее все время цитирует почти все изречения гамлета в том числе знаменитый монолог быть или не быть может вы видели фильм берегись автомобиля где где в самодеятельном театре играет гамлета шекспира а вместо режиссера там бывший тренер футбольной команды и когда на сцену выпускают актеров он говорит не забудьте сказать быть или не быть все остальное ладно но быть или не быть вот это быть или не быть из монтэйнистата вот шекспир в этой школе поучился потом он видео бросил это ему не понравилось и он как принято в молодом возрасте влюбился но он влюбился в женщину старше его по возрасту н н женился дети появились но вот эта семейная жизнь не была похожа на его любовь он стал прожигать жизнь гулять охотиться охота было опасным занятием потому что почти все в англии в отличие от других стран таких как допустим россия где очень много пространство пространство мало и там все расчерчено и что кому принадлежит известно конечно запрещено было охотиться в том лесу где он охотился поэтому граф его арестовал и телесно ходят слухи наказал шекспира этот мотив постоянно присутствует браконьерство в лесу вот арест телесное наказание это все у него там папа по всем пьесам проходит почти что и вот шекспир убегает с труппой актеров бегает с труппой актеров и попадает в грохочущий страшный лондон там грохотали не машины нет а повозки которые по мостовой и шекспир нашел себе очень интересное занятие с его образованием незаконченной латинской школы с его происхождением ну что там сын перчаточника из какого-то стрэтфорда он не мог рассчитывать на какое-то серьезное место в социальном мире социальном театре тогдашнего лондона и поэтому он занял то место который смог занять ну сегодня мы сказали что он устроился таксистом вот то есть он устроился извозчиком но будучи человеком артистического склада он быстро 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 проник в театр он был не просто извозчиком а а тот который подвозил к театру отвозил от театра он быстро организовал своих сверстников которые так получили название мальчики шекспира эти мальчики шекспира значит вот очень быстро все там вокруг захватили и постепенно 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 шекспир каким-то образом познакомился с актерами естественно которых надо было подвозить и отвозить так вот проник в актерский мир актерский мир описан у шекспира блистательно в том же гамлете там есть удивительная сцена просто поразительная своей ну такой теплоте человеческой и автобиографичности ведь гамлет когда приезжает замок он приезжает он из университета да из какого из виттенбергского университета это это было в европе виттенбергский университет рассадник протестантства то есть свобода мыслия само слово протестант протест протест против чего против католической инквизиционные диктатуры цензуры в виттенбергском университете велись дискуссии о смысле человеческой жизни о боге о душе ну короче говоря царство свободы мысли и вот из этого царства свободы мысли он приезжает в данью что не просто умер его отец приехал на его похороны а ходят слухи что его убили отравили но слухи слухами мало ли какие слухи ходят гамлет должен убедиться в том что это на самом деле так а как можно убедиться ему говорят а как вот призрак ходит папа твоего ходит там по стенам появляется ночью и исчезает с петушиным криком и гамлет решается отважно решается на этот рискованный довольно поступок на встречу с призраком отца и стражи его всячески отговаривать не надо принц не идите из этого ничего хорошего и стража была права правда шекспир так интересно пишет что вот вы никогда не можете сказать это кажется гамлету или это на самом деле происходит гамлет сошел с ума как считает все вокруг а может он на самом деле сошел с ума сам гамлет по поводу своего безумия замечательно говорит вот сальватор дали говорил моё единственное отличие от сумасшедшего заключается в том что я не сумасшедший а гамлет немножко иначе говорит да я как все мы иногда безумен а иногда разумен я безумен только при таком-то ветре а вот когда ветер дует в другую сторону я разумен а теперь кстати это подтвердилось предстательное наблюдение шекспира оказывается действительно при определенном направлении ветра что-то меняется в атмосфере и обостряются неврозы обостряются психозы так что мы можем найти сугубо такое но материалистическое рациональное объяснение вот гамлет сдвинулся умом когда узнал что отец умер вот он идет на слышит разговоры про призрака в каком замке не идет разговор про призрак вот он идет туда и он действительно видит призрак потому что у него помутился рассудок и все его окружающие именно в этом убеждают можно так взглянуть но в этом вся прелесть шекспира мы не можем ответить на вопрос гамлет безумен или на самом деле призрак появился этот призрак сообщает гамлету ужасную вещь он говорит что мать твоя королева дельтруда которая вот еще как сказал гамлет на свадьбу идет пирог поминный поминки не закончились а уже свадьбу играют с братом его отца клавдия ну дядя гамлет вот и призрак сообщает гамлету ужасную вещь его убили да его мать влюбилась в брата вот и когда он спал ему влили ухо яд пелена от гамлет должен отомстить но призрак просит гамлета ты конечно отомсти обязательно ты должен отомстить но маму не трогай вот это тоже вот в этом весь шекспир одна деталь и все сразу сразу превращается такая полу фантастическая полу ужастик во что-то очень и очень правдиво человеческое и ты уже не можешь этому не верить и ты уже не можешь не верить этому призраку и уже тебе наплевать галлюцинация это или на самом деле призрак потому что да он призрак а он еще любит Гертруду да она в сговоре со своим любовником его как бы организовала его убийство а он ее все равно любит так что не надо не трогай так и что интересно что гамлет когда это услышит нет он вовсе не не доверчив мало ли что он из Виттенбергского университета тут подоспел его дружок Горатцеву из этого университета вот они друзья студенческие все так друг другу поддерживают все разговаривают критикуют эту Данию этот замок и эти там деспотические порядки весь мир тюрьма а Дания худшая из них говорит Гамлет ну ничего себе так тюрьма такая довольно веселая там идет непрерывный пир там палят пушки за здоровье Гамлета Клавдий говорит вот я сейчас самую дорогую жемчужину растворю в вине красави и выпью в честь Гамлета нашего так же он его всячески обхаживает и Гамлет думает а кто его знает а может и на самом деле может на самом деле ничего такого не произошло приезжает бродячая труппа боже как обрадовался им Гамлет так мог обрадоваться только сам Шекспир который с этой бродячей труппой уехал из Стретфорда и приехал в Лондон он их принимает самым почетным образом хотя актерство во времена Шекспира считалось профессией ну как вам сказать ну что-то вроде вот есть полотер там допустим есть уборщик улиц они так и назывались даже актеры не бродячие а даже те которые при при дворе и в театре при дворном они назывались слуги его величества или слуги ее величества при Елизавете слуги а что касается драматургов ну это и до сих пор сохранилось вот все знают комедию с легким паром кто автор тишина а потому что автор человек огромного таланта брагинский вот и никто не знает никто не знает никто не знает все знают режиссера никто не знает автора так вот в Англии вот была такая ситуация что автора ни в грош не ставили ну написал там что-то написал тем более что авторы как правило не сочиняли свое они брали уже существующие расхожие сюжеты и как-то так их доводили до сценических подпусков чем занимался и господин Шекспир а его отличие от остальных было в том что он этим занимался гениально но правда это отличие было минимальное потому что рядом с Шекспиром были еще гениальные драматурги вот гении они друг друг гроздьями обычно появляются это давно замечено где Пушкин там и Лермонт где Маяковский там и Хлебников да и тут был еще драматург Грин очень похожий на Шекспира тем что он такой же гуляка также любил выпивку также буянил по кабакам и даже погиб в пьяных дракте вот но этот Грин был безумно талантлив он автор знаменитого Фауста которого потом Гёте написал сюжет этот был другой драматург драматург Кристофер Марло который драму Фауста написал в то же самое время и кстати было много теорий что Шекспира не было что это все Кристофер Марло написал но мы Кристофера Марло читаем очень талантливый человек и Грина читаем очень талантливый драматург но не Шекспир вот у Шекспира все не выглядит как театр а вот выглядит как вот только что сейчас произошедшая история вот только сегодня это все произошло а прошло уже более полтысячи лет вот это поразительно это это удивительное свойство впервые о Шекспире драматурге мы узнаем по такой рецензии Крина вот этого не верьте этому потрясателю копья он нас всех обокрал он такой сякой он нехороший и так далее то есть по ругательной рецензии самый верный признак достоверности присутствия какого-либо автора это услышать как его ругают потому что редко кого при жизни начинают хвалить начинают всегда появление гения всегда вызывает волну сопротивления вот появляется другая рецензия где наоборот говорят да что вы он сладкозвучен как ивонский лебедь это такая пословица в англии сладкозвучен как ивонский лебедь вот так шекспир вошел в английскую гениальную драматургию а надо сказать что это время его часто называют периодом возрождения и главный жанр который тогда господствовал это был именно возрождение театра вот в италии это было возрождение прежде всего живописи живописи живопись возрождения леонардо живопись возрождения Микеланджело живопись возрождения Рафаэль а вот в англии это шекспир это шекспир и целая прияда драматургов которые вокруг него которые с ним соперничают которые друг у друга сюжеты безжалостно крадут но это кстати говоря нормальное явление в драматургии так всегда происходит тот или иной сюжет он перелицовывается он ходит и не принято было вообще выдумывать другие сюжеты пользовались популярным сюжетом чтобы публика шла потому что драматургия ну вот поэт он может себе позволить написал в записной книжке понравилось окружающим хорошо напечатали хорошо не напечатали в карман положил а драматург же так не может если он пьесу не поставил если она не идет на подмостках то зрителя нет театр прогорает и все театра нет а шекспировский театр был настолько доходным настолько доходным что его подожгли узнаете наши времена замечательные подожгли конкуренты остались одни головешки но шекспир не унывал он снова собрал деньги и построил снова театр вот этот свой его знаменитый глобус он называется где было написано мы сотканы из той же материи что и наши сны эта фраза потом будет в шекспировских последних пьесах мы сотканы из той же материи что и наши сны весь мир сновидений вот только шекспир драматурги поэты писатели они чем отличаются они этим сновидением верят и они эти сновидения создают другие просто рабы своего сна они видят сон и говорят ну так вот судьба так вот повернулась а писатели поэты драматурги они сами этими с нами управляют они их создают они их творят и вот приезжает эта труппа и гамлет им начинает объяснять что они должны сыграть они должны сыграть отрывок из античной пьесы где жена сговорившись с любовником убивают мужа выливая ему яд в ухо когда он спит яд белин то есть он хочет изобразить и Клавдию и Гертруде показать то что они проделали с его отцом и внимательно будет следить а как прореагирует Гертруда на лице Клавдия что в этот момент будет потому что ведь он должен Клавдия убить но ведь нельзя же просто убить человека вот от того что тебе призрак явился может раз он помутился может там это все время перечисляется может это гнилые испарения а в замках в Дании гнилых испарений хватает в Лисиноре и действительно замки славятся своими призраками очень часто из-за того что там всяких много всяких застойных паров это старые здания поросшие грибками всевозможные это все это все абсолютнейшая реальность абсолютно поэтому надо проверить надо проверить вот как прореагирует Гертруда что будет на лице Клавдия и он к тюрьму говорит ну пожалуйста только вот вы не машите руками не бейте себя в грудь не кричите не залавните будьте просто вот как я вам говорю вот так и это не нагнетайте эмоции и тогда это будет правдиво и достоверно то есть он гениальный Шекспир мы теперь понимаем тайну шекспировского театра потому что Гамлетт фактически излагает шекспировские режиссерские мысли мы знаем что Шекспир был актером и как актер он в этой пьесе играл мы точно знаем только одну роль Шекспира только одну единственную призрак отца призрак отца того самого который появляется ночью и который говорит прощай прощай и помни обо мне говорят что он так это произносил что в этот момент в зале у всех слезы были это мы знаем вот этот момент когда это было полтыщи мы знаем и до сих пор те которые играют призрака стараются сохранить вот эту интонацию она дошла до наших времен и знаете я вот следуя шекспировскому вот этому приему шекспировскому приему когда берется знаменитый сюжет известный сюжет и как бы осовременивается и переводится на современный язык я сделал такую вот как бы ни в коем случае не перелицовку это я считаю перевода с языка Шекспира на современный язык вот я сделал вот эту сцену встречи вот встреча с призраком умоляю вас милорд тише сейчас появится призрак вот он уже идет как отражение в черном зеркале в его доспехах не отражается ничего а лицо вы когда-нибудь видели отражение на дне чаши с допиваемым ядом вы правы это он только он мог так свободно чувствовать себя в доспехах как луна в собственном сиянии только его плащ так естественно облегает тело словно облако обволакивает луну только на его дланях железные перчатки естественно словно кожа а потом разве вы не узнаете эту походку не он ступает по земле а земля время от времени целует царственные ступни и еще только он умеет молчать так красноречиво отец какая тайна вызвала тебя из еще не обжитого склепа или ты причислен к лику тех кто сразу идет на небо что бы не что бы не привело тебя сюда снова я счастлив что тебя вижу мои глаза давно превратились в слезы если ты их не видишь виной тому не пелена смерти отделяющая живых от мертвых между нами никогда не будет такого бельма только жидкая соль океан соли им измеряется моя печаль тебе пожалуйста не молчи если ты не можешь говорить дай знак я всегда понимал тебя с полуслова добрый гамлет я не могу сказать тебе ничего кроме тайны в полдень когда я дремал в саду под кустом изрос сладострастная пчела заползла мне в ухо и ужалила прямо в мозг я даже не успел проснуться мозг насыщенный ядом превратился в ад нет ты читал данты все круги ада уместились в моем черепе знай это пчела гертруда отец что я должен сделать чтобы смягчить твои муки ты лучше из всех людей как и себя видел и лучше из всех кого мне предстоит увидеть если даже моя жизнь обгонит твою смерть через много лет никогда никому не мсти никого не осуждай и не обнажай клинок перед недостойным отец я не могу понять слышу я тебя или мне только кажется что ты говоришь и если бы стража не видела тебя так же ясно как я я бы усомнился что действительно тебя вижу ты как всегда прав мой любимый гамлет там где нахожусь я нет разницы между сном и явью иногда люди видят сны одни и те же и они называют это реальностью или жизнью ты отвечаешь мне моими же мыслями я ловлю себя на том что я вижу тебя таким каким хотел бы видеть такого благородного человека как мой отец даже в преисподней а ты хотя и умер без покаяния мог бы пополнить собой созвестие а не так похоже на твои черные доспехи словно ты облачился в звездное небо прощай вдумайся в двойной смысл этих слов прощай прощай и постарайся не забыть самое главное боже мой уже рассвет и доспехи стали почти прозрачными я уже не вижу тебя отец что самое главное прощай смотрите смотрите кричит стража принц уже разговаривает с пустотой а король исчез так же внезапно как появился он сгустился из тьмы и растворился в свете он появился незаметно как ночь и исчез так же незаметно что он вам сказал благородный принц молчите только молчание похоже на смысл того что он мне сказал да я это перевел своими словами но я перевел сохраняя образ шекспира прежде всего потому что его часто переводят как какую-то бытовую пьесу бытовую драму а у шекспира каждое слово образ и вот та величайшая сцена где которая никогда не умрет сцена о человеческом свободе гамлету приставлены два стукача чтобы они клавдия приставил что он там задумал что он замыслил выведать и вовремя сообщить клавдию гамлет обращается к одному из стукачей сыграйте пожалуйста на флейте ну что вы милорд я не умею играть ну что вы это же так просто вы берете вот дуете в нужном месте и в нужном месте закрываете отверстие гамлет но я не умею не умеете вот смотрите вот эта вещь создана специально чтоб на ней играть и вы не умеете вы не можете извлечь звуки почему же вы думаете что вы можете играть на мне я человек меня можно сломать но играть на мне нельзя вот великая заповедь Шекспира нельзя играть на человеке человек свободен